Если ты хочешь стать успешным и очень популярным блогером, тогда поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три! Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Алплей, и добро пожаловать на мой канал! Начнём сегодня играть игрушки Help Me Tricks History. Ну и сперва давайте поможем парню, у которого очень плохо пахнет изо рта. У него очень, очень грязный, очень, ребятки, грязный рот. Он плохо, наверное, чистит зубы или вообще их не чистит, это очень плохо. Нужно чистить зубки, желательно это делать каждый день. Кстати, если ты чистишь зубки каждый при каждый день, поставь, пожалуйста, лайк под это видео. Ну а мы с вами сейчас попробуем помочь этому пареньку. Сперва вычищаем щётки, всё, что можно вычистить. Ну а теперь давайте возьмём вот такой вот прикольный пинцетик. И с помощью этого пинцетика попробуем тоже у него всё повытаскивать ненужное изо рта. Все вот эти вот кусочки еды мы с вами сейчас попробуем. Да, встать. И также, по-моему, ещё у нас какая-то тут личинка даже есть. Давайте тоже её вырвем. Что это такое? Всё, ребятки, вот теперь этот ротик будет чистый и шелковистый. Следующая крайность. У парня или у девушки упал телефон в унитаз. И сейчас мы попытаемся с помощью вот этого вантуза прям зацепить этот телефон туда вот подальше и вытащить его наружу. Да, у нас всё получилось. Я думаю, что он очень рад. Ну, а здесь у нас происходит ограбление. Какой-то воришка пытается ограбить паренька. Давайте попробуем наказать этого воришку. Давайте попробуем его ужалить с помощью осы. Ого, какое огромное жало. Ну и с помощью осы мы с вами попробуем это жало запихнуть туда поглубже для того, чтобы укол получился прям невероятно больным. Ну, а здесь нам нужно уже приготовить походу какой-то вкусный-привкусный напиток. И это у нас будет кофе. Сперва нам нужно достать непонятно откуда кофе. И теперь мне нужно вылить сюда воду. Есть у нас вот такая вот колбочка, в которой находится водичка. Сейчас мы с вами попытаемся вот всю-всю воду, которая у нас есть, перелить вот сюда вот вниз. Вода будет выливаться, проходить через кофе и наполнять вот ту вот нижнюю чашку. Когда у нас уровень кофе достигнет, зелёной, полосочки. Уровень, походу, у нас будет пройден. Сейчас давайте мы с вами, наверное, попробуем побольше всё-таки водички добавить сюда. Ну и уже у нас практически всё. Да, мы с вами приготовили, наверное, не совсем вкусный, но тем не менее кофе. Ну а здесь у нас очень тоже непростая ситуация. Парень прям кишит какими-то непонятными личинками. И нам нужно постараться побольше их вытащить. Тут их прям очень много. Они такие страшные, некрасивые. Давайте попробуем помочь ему и хотя бы часть этих личинок мы с вами попробуем извлечь. Ещё немножко. Правда, тут не всегда получается прям вытащить то, что нужно. О, знаете, что давайте сделаем? Давайте попробуем вот эту вот большую вытащить личинку. И глядите, да, прям можно спи... Ребят, нам знаете, куда можно идти? Нам с вами реально можно идти уже ловить рыбу. Потому что вот на этих вот личинок, я думаю, рыба будет клевать очень-очень хорошая. Да, вот мы с вами всё сделали правильно. Ну, а это у нас игрушка будет Raft Hero. И здесь мы с вами будем продолжать защищать свой собственный плод. Мы с вами будем зарабатывать деньги. Мы с вами будем зарабатывать древесину. С помощью древесины и с помощью денег будем прокачиваться, восстанавливать плод, покупать что-то новое в этом вот плоту и таким вот образом защищаться от пиратов. Здесь на нас постоянно будут нападать злые пираты, которые захотят уничтожить меня и забрать у меня этот плод. Ну, а я, конечно же, постараюсь их уничтожить. Сперва давайте восстановим всё, что можно восстановить. И также мы с вами сейчас можем отправиться на поиски приключений. Во-первых, здесь у нас прям очень много прикольных рыбок плавает. Эти все рыбки мы с вами постараемся поймать. Потому что за эти рыбки мы с вами будем зарабатывать денежки. Деньги нам, конечно же, нужны. И мы с вами, конечно же, всех рыбок поймаем. Вот, походу, последняя рыбка осталась. Я её поймал уже. И теперь мы с вами можем участвовать в сражениях. Пойдут сейчас пираты. Мы с вами будем отбиваться. С правой стороны уже прям подшло целое полчища пиратов. У нас, кстати, тут на плоту довольно много прикольных ловушек установлено. И эти ловушки, к примеру, будут потихонечку этих пиратов останавливать. Есть такие ловушки, которые наносят им урон. А есть такие ловушки, которые останавливают этих пиратов. Вот тут пираты уже, ребят, пошли со второго этажа. Ну и мы с вами постараемся сейчас их на подступах прям уничтожать. Ловушки, конечно, их сдерживают. Кое-какие ловушки наносят им много урона, но недостаточно, я думаю. Давайте, наверное, поднимемся мы с вами вверх. Попробуем еще здесь несколько пиратов завалить. И еще выше. Ого, смотрите, тут прямо у нас целое полчища пиратов подходит. Как нам их остановить? Я уже прямо на четвертом уровне с вами нахожусь. Итого, здесь у нас еще несколько пиратов. Отходим, отходим. Ловушки потихонечку будут их сжигать, но мы с вами, конечно же, просто будем их отстреливать. Буквально несколько штук осталось и вуаля, последний пират был нами только что. Он добит и уничтожен. Следующая наша игрушка называется Фрут Клиник, в которой нам нужно лечить фрукты и овощи. У нас есть больной кабачок, который мы сейчас постараемся излечить. Во-первых, достаем какого-то жука, который его ел. Теперь нам нужно разрезать немножко этот кабачок и достать всех этих паразитов. Их тут прямо очень-очень много. Давайте мы их с вами постараемся всех-всех достать. И теперь, походу, нам нужно просто зашить этот кабачок. Таким вот образом, он у нас выздоровел. Мы с вами только что спасли нашего первого пациента. Давайте еще кого-нибудь полечим. И это у нас новый пациент. Это, походу, зеленая груша. Или кто-то вроде того. А, нет, ребят, это авокадо. Что нам нужно сделать? Нам, походу, нужно достать просто косточку. Мы ее достаем. Теперь нам нужно, наверное, зашить эту вот ранку. и нам нужно наклеить пластырь. Вот у нас есть маленький авокадо и у нас есть большая авокадо. Давайте попробуем еще одного пациента вылечить. И это у нас будет, наверное, помидор. Во-первых, нам нужно выдавить вот этот вот прыщ, который его беспокоит. Дальше у нас появляется сканер и нам нужно обнаружить... Ого! Прям целую кучу каких-то паразитов. Сперва давайте разрежем. Теперь мы с вами, наверное, должны что-то всосать. Да, вот этих всех паразитов мы с вами сейчас попробуем всосать. Следующее. Достаем эту вот зеленую маленькую косточку. И теперь нам просто нужно зашить этот помидор, чтобы он, опять же, был здоровым. Да, ребят, мы с вами и этого пациента тоже вылечили. Следующая наша игрушка будет Аэроплан Эволюшн, в которой нам нужно будет пройти эволюцию за наши самолеты истребители. Мы с вами играем уже за вторую эволюцию, плюс у нас на старте уже появился дрон. Я буду наносить, значит, в два раза больше урона с помощью этого дрона. Чтобы мы с вами прокачивали, чтобы наши эволюции в наших самолетиках постепенно развивались и наши самолетики становились все больше и больше, все лучше и лучше, нам нужно добывать энергию. И эту энергию мы с вами сможем добывать после того, когда будем разрушать вот эти вот зеленые батарейки. Также мы здесь с вами должны подбирать года, потому что чем больше мы с вами подберем лет, тем выше у нас соответственно будет эволюция, тем сильнее у нас будет наш самолетик. Пока он второго уровня, но сейчас мы с вами уже сто процентов поднимем самолетика до третьего левела и у нас будет какой-то новый истребитель. Давайте подбираем пять лет и в результате вот посмотрите какой прикольный у меня здесь есть еще и самолетик. Сейчас попробуем еще немножечко денег побольше заработать. Деньги в этой игрухе очень важны, потому что именно с помощью денег мы с вами прокачиваем навыки. Давайте поднимем немножечко еще будет попроще прокачиваться, попроще поднимать эволюцию нашего самолета. Прокачаем, давайте еще урон побольше. Ого, а тут сколько много этих вот недрогов меня прессуют. Давайте попробуем, ребятки, мы с вами все-таки наверное по левой стороне пройти, потому что другого выхода у нас не было. Сейчас еще побольше энергии мы с вами тоже попытаемся собрать. Все, давайте прокачаем года. Итого, вот у нас произошла модернизация, эволюция нашего самолетика. А здесь у нас будет еще один дрон. Мы с вами будем играть не одни, вместе со мной будет еще и дрон. Произойдет у нас опять модернизация и эволюция. Играем мы с вами вот за такой уже красный истребитель. Тоже смотрится, кстати, очень-очень бомбезно еще и с помощью дрона, значит мы с вами в два раза больше наносим урон. Следующая игрушка будет у нас Хаос Реновэйшн, в которой мы с вами будем открывать свой собственный бизнес по починке, по ремонту домов. Во-первых, нам нужно брать старые дома, чинить их, ну и сперва-наперво нам с вами нужно, конечно же, вынести отсюда мусор. Мы с вами выносим мусор, потом чиним эти дома и продаем их на аукционе. Чем больше мы с вами заработаем денег, тем, конечно же, лучше. Вот мы с вами одну комнату, в принципе, убрали. Сейчас попробуем еще одну комнатку, наверное, уже доубирать. Там осталось еще буквально несколько кусочков мусора. Сейчас мы их с вами тогда давайте подбираем. И вуаля, две комнаты у нас убраны, значит мы с вами этот домик убрали. Теперь можно нам, к примеру, брать плитку и брать краску для того, чтобы и стены, и пол довести до совершенства. Да, кстати, у нас тут, по-моему, есть возможность прокачки. И давайте мы с вами прокачаем, к примеру, первый параметр, это у нас будет скорость. Теперь мы с вами будем двигаться более быстро. Видите, теперь у нас все производится более быстро, и мы с вами двигаемся более быстро. Ну и погнали. Значит, нашу плитку мы с вами на пол ложим, а краской мы с вами будем красить все вот эти вот стены. Видите, потихонечку-потихонечку наш дом изменяется, становится таким уютным, красивым, теплым, свежим. Давайте пособираем всю ту же краску, пособираем всю плитку, обратно краску-плитку. Кстати, мы с вами за раз можем нести только 35 штучек чего-то. Тут опять давайте подкрасим немножечко стены. Итого, стены тут уже все покрашены, здесь нам нужно только плитку улаживать, значит, давайте эти стены тоже потихонечку будем красить. Не вышел. Все, стены здесь уже все покрашены, теперь в этом уровне, теперь вот здесь мне нужно только плитку носить, значит, краску выбрасываем, она не нужна. Собираем это все, сколько там у нас собрано? 11 штучек, а мне, по-моему, нужно, ребят, 25. Вот 25 плиток, когда я насобираю, походу, будет у нас все тут уже сделано. Ну, давайте сперва это все повыносим и доделаем последних несколько кусочков плитки, собираем их тоже. Вуаля! Все, ребят, вот мы с вами сделали такой прикольный ремонт, теперь идем на аукцион и на этом аукционе давайте продадим наш дом. Посмотрим, сколько нам предложат, 10 тысяч следующий оффер, 8 тысяч следующий оффер и 15 тысяч, конечно же, давайте продадим дом. Prison Escape 3D будет наша с вами следующая игрушка и будем мы с вами играть за такого пока что маленького заключенного, который пытается убежать с тюрьмы. Вместе со мной, конечно же, попытаются убежать и другие заключенные, которых мы освободим. Чем больше их мы с вами освободим, чем больше будет у нас, конечно же, денег. Одного, второго заключенного, этого охранника мы с вами нейтрализовали, теперь можно, конечно же, улепетывать отсюда, но здесь у нас есть еще немножечко других заключенных, которых тоже нам нужно попытаться освободить. взрываем, всех взрывали этих, всех взорвали охранников, всех освободили заключенных и теперь на подводной атомной лодке мы с вами уплываем. У меня есть уже 610 монет, по-моему, где-то 1200 или 1800 монет не нужно и откроется новый скин, 1900. Когда будет 1900 монет, мы с вами можем открыть себе новый скин. Следующий уровень, давайте соберем обратно же всех заключенных, которые тут на нашей стороне. Ну и будем сейчас устраивать бунт. Бунт у нас произошел довольно серьезный. Тут, по-моему, еще один охранник. Да, вот еще одного охранника нам нужно тоже нейтрализовать. Здесь еще часть охранника у нас оказывается были. Мы их с вами тоже нейтрализовали. Еще двоих заключенных собираем. Ну и с левой стороны давайте то же самое попытаемся провернуть. Опять всех освобождаем и отсюда улепетаем. Правда, тут у нас несколько чувачков застряли. Вы... Ребят, смотрите, они застряли в этих... в клетках, в заборе, короче, застряли. Это просто жесть. Ладно, двигаемся дальше. Тут у нас взрыв. Всех заключенных мы с вами... Ой, всех охранников мы с вами уничтожили. Всех заключенных обратно же освободили. Давайте еще один левел пройдем. Итак, получай сперваты. Тут нам нужно походу собрать... Нет, ничего нам не нужно собирать. Просто забираем заключенных. Двигаемся дальше. Тут у нас первый босс. Получай. Его мы с вами завалили. Продвигаемся дальше. Еще собираем новых заключенных и новое оружие. Ну и устраиваем наконец-таки махач. Давайте заберем этот кусок мяса. Это типа что-то наподобие оружия. Теперь нам нужны денежки собрать и просто-напросто отсюда улепетываем. Следующая наша игрушка будет Дино Доминейшн, в которой будем с вами проходить эволюцию за различных динозавриков. Постоянно эволюционируя, постоянно прокачиваясь, постоянно превращаясь из одного динозаврика в другого. Из маленького в более сильного и так далее. Мы с вами играем за вот такого уже тинького динозаврика. Он у нас травоядный, он поедает у нас кусты и он поедает у нас цветочки. Главное нам убегать от вот этих вот красных хищников. Как только они нас видят, они сразу уже пытаются меня поймать, пытаются меня съесть. Но мы с вами быстро-быстро прокачиваемся, поедаем еду и превращаемся уже в красного вот этого трирога. Теперь мне эти чуваки уже походу будут ни по чем. Переходим к следующей локации. Тут у нас будут новые хищники и тут у нас будет новая еда. Сперва давайте съедим кустики. Вот этот вот уже красный чувак на меня нападает, красный динозавр. Но мы с вами успели довольно быстро модернизироваться, эволюционировать и превратились в брантозавра. Это у нас что-то наподобие долгошейк, которые поедают по-моему деревья. Здесь нам нужно только поедать деревья. Ну а опасные хищники, это не тираннозавры еще, но очень уже похоже на тираннозавров. Нам нужно быстро-быстро кушать деревья, стараться убегать и еще несколько штучек. Все, мы с вами скушали последнее дерево и сами превратились в вот такого красного хищника. А теперь я буду поедать уже других динозавров, более мелких. Видите, все вот эти вот динозавры, которые тут бегают помимо тираннозавра рекса, будут мною скушены. Ну а тираннозавр рекс постарается скушать меня. Тут он один, это хорошо. Нам нужно скушить последнего динозаврика и глядите, мы с вами сами превратились в тираннозавра рекса. Следующая и последняя игра на сегодня у нас будет Toilet Fight Open World и здесь мы с вами сыграем за мой самый любимый скин гиганта. Очень сильный скин. Он, ребят, во-первых, очень уронистый, а во-вторых, друзья, он пускает прям целую кучу ракет и с помощью этих вот ракет выносит абсолютно всех. Это у нас был, по-моему, пред-пред последний уровень, еще, еще, по-моему, один уровень и у нас будет левел с боссом. Нам нужно будет уничтожить каким-то образом босса. Сперва давайте ракеты выпускаем и тут мы еще с вами вручную добиваем скинг туалеты. На, прям с первого удара, видели, вот этого чувака я вынес прям с первого удара. Ну, а это уже будет миссия перед боссом, да? Да, вот нам нужно сейчас несколько скинг туалетов завалить и вон там будет у нас уже этот главный босс, которого мы с вами каким-то образом должны уничтожить. Как его нужно уничтожить, сейчас мы узнаем. Ага, мне нужно просто, просто, просто отлететь, чтобы он не жег меня вот этим вот своим лучом, который у него появляется из глаз. О, нет, он меня все-таки сжег. Ладно, ребятки, этого босса я уже пройду вне ролика, но если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, я вам буду очень благодарен. С вами же был, как всегда, Алплей, всем удачки и всем пока!